В эфире программа «Сделанная в Вятке». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Суть программы остается неизменной, программа историческая. И сегодня речь пойдет поистине об одном историческом событии, правда, которое произошло совсем недавно, было сделано совсем недавно, 12-го числа. В нашем городе открылся квасной завод «Вятский квас», с чем я и поздравляю генерального директора компании «Вятич» Илью Курагину Илья Николаевичу. Добрый день. Добрый день. Поистине события далеко не регионального только масштаба, но и российского. Потому что мы понимаем, что путь к этому был далекий и долгий, и непростой. И вот все случилось. Давайте начнем с эмоций, что ли, передать. От 12-го числа были ведь высокие гости, губернаторы, глава города и глава администрации города. Как это все происходило 12-го числа? Торжественное открытие, как оно обычно... Ну, ленточку перевязали. Да, конечно, как это все обычно и происходит. Наверное, рассказывать там, кто что говорил, там еще что-то. Естественно, звучало огромное количество таких напутственных слов, позитивных. Большое спасибо всем тем, кто был, если слышат вот эти люди. И объективно для нас, для нашего предприятия, действительно, это новый шаг, это новая ступень, это такой вызов. Мы все с вами прекрасно понимаем, что сейчас такие времена достаточно непростые с точки зрения экономической ситуации. Но не только с точки зрения экономики. Ну, в целом, да. Это же тянет за собой многие другие средства. Да, и мера и степень ответственности, она не просто там в разы, она просто зашкаливает на текущий момент, потому что, скажем так, это новая мощность, их нужно задействовать, эту продукцию нужно реализовывать. Мы понимаем, что не только в Кирове, не столько в Кирове, а уже в масштабах всей страны, это колоссальнейшая ответственность и с точки зрения, как и производственника, и как в целом человека, и коллектива. Поэтому, ну, это такой, скажем так, очень серьезный вызов для нас. И как могу это наблюдать, вот, мы практически в прошлом году, 12-го тоже, 12-го или 13-го июня 15-го года, декларировали это на нашем традиционном празднике, Дне Пиавара, что вот принято решение компании о строительстве, о расширении, там, не то, что нового какого-то завода, а о расширении действующего цеха, квасного, да, до уже полноценного такого завода. Но мне кажется, идея эта появилась еще более, чем год назад. Идея, как таковая, ну, если тут искать, скажем, связь какую-то с легендарной пресс-конференцией Маматова, значит, от декабря 14-го года, конечно, не буду лукавить, естественно, какие-то определенные предпосылки тогда уже возникали, но мы на этапе работы уже в условиях лета 15-го года сталкивались с определенными сложностями с точки зрения обеспечения продукции, да, вот, и... Ну, там, видите, какая ситуация, вообще, квас, как продукт, это очень достаточно сезонный продукт, то есть, вот, жарко на улице, люди пьют квас. Это, на самом деле, плохо для нас, как для производственников, потому что адекватно не можешь выстроить производственную цепочку, потому что, вот, сегодня, допустим, жарко, а вчера было еще холодно, да, и люди вдруг захотели резко пить. Потом также резко становится холодно, и люди уже не хотят пить, да, и как-то вот ты должен это все логически выстроить, но, тем не менее... Как вы мониторите это, ежедневные запросы в торговые точки? Ну, видите, нам проще, мы, фактически, уже с 2006-го года, все наши, вот, производственные показатели, а именно продажи, мы их отцифровываем, и, фактически, у нас есть уже хорошая, скажем так, история, да, там, уже практически 10 лет, мы можем по циклам, да, примерно предполагать уровень реализации. А, то есть, это некий график, некая наглядная пособия, куда смотришь, что... Естественно, то есть, из года в год, там, цифры немножко, они отличаются, разнятся, но тенденция нам понятна, то есть, когда начинается ажиотажный спрос... Кстати, приятно заметить то, что квас уже из продукта сезонного переходит уже в продукт такой постоянный, и уже мы видим такой достаточно существенный рост спроса, уже начиная с марта месяца. И приятно то, что он уходит где-то уже на конец этого спроса, на октябрь, да. И хотелось бы, конечно, чтобы он круглогодично пользовался спросом для нас, как для производственников, да. Ну, это наша задача. Но это все заслуга продвиженческой компании, или что... В целом, видите, менталитет людей очень сильно меняется, потому что люди, они уже попили импортных напитков, так сказать, они хотят... Вот сейчас очень модно же это фитнес, спорт, здоровый образ жизни. И вот куда как ни к квасу обратить свой взор с точки зрения полезности продукта. Вот. И, соответственно, люди начинают пересматривать свое потребление и уже уходят, так сказать, в какие-то такие традиционные, а может быть и, скажем так, интересные, забытые раньше продукты, как квас, например, да. И начинают их потреблять уже в ежедневном рационе. Поэтому тут заслуга, я думаю, что в целом всего нашего общества, что мы обращаем внимание на такие продукты, да. Но, естественно, конечно, и рекламная компания, и вот этот вот информационный весь этот вот информационный, скажем так, шум какой-то, я не знаю, как это правильно назвать, который вокруг этого продукта возникает. Каковы были первые шаги тому, что состоялось 12-го числа? Значит, возвращаясь как раз вот к июню 2015-го года, было принято решение о расширении. Мы провели консультации с нашими основными поставщиками оборудования, технологии, со специалистами на предприятии. То есть был выстроен определенный график, да. Соответственно, технологически нам все понятно было еще до этого. То есть просто нужно было четко выстроить график, что зачем идет. И, соответственно, уже забегая, так сказать, вперед, не дожидаясь каких-то там серьезных решений стороны акционеров предприятия, мы 1 июня начали заколачивать первые сваи под новое отделение брожения, да. Далее, соответственно, был этап строительно-монтажных работ. Нам пришлось существенно расширить наши складские помещения для того, чтобы можно было обслуживать уже такого рода мощности, как и по сырью, так и по готовой продукции. Примерно строительно-монтажные работы мы закончили в сентябре месяце. И уже начался этап поставки оборудования, монтажа трубопроводов, растягивания проводов, отлаживания всех систем. Очень серьезная, видите, задача стояла очень такая ответственная, значит, мы должны были сделать действительно самый современный квасной завод в России на текущий момент. Что, собственно, как мне кажется, я пользуюсь, так сказать, случаем, скоро у нас на сайте появится информацию, приглашаю всех на экскурсии. Они абсолютно бесплатные, сами могут горожане, гости города удостовериться в этом. Вот все, сказали и точка. Самый современный. Самый современный в России. Самый передовой. Самый современный, самый передовой. При этом, где в центр и основу всей вот этой технологической цепочки, всех вот этих механизмов, заложен традиционный рецепт производства вятского кваса. Потому что вятский квас, он отличается от квасов, которые делаются, допустим, там где-нибудь в Москве или на юге, или где-нибудь в Сибири. Потому что вятский квас, вот мы это всегда, значит, ответственно заявляем, он делается именно из вятской северной азимной ржи. Вот так вот. Именно так. Интересно. Современные технологии и традиционная рецептура совмещены. Да, и особенность нашего кваса заключается в том, что мы его делаем по старой традиционной технологии двойного брожения. Двойное брожение, это когда используется дрожжи хлебопекарные, плюс молочнокислые бактерии. Давайте еще поподробнее о ваших партнерах, в том числе зарубежных партнерах, с кеми работали, с кеми продолжаете работать, в том числе поставщики оборудования. Особо хотелось бы отметить всех партнеров, значит, нам инжиниринг с точки зрения продукта, то есть отделение брожения, отделение подготовки сусла, значит, всех ингредиентов, непосредственно станции, значит, стерилизации, которые используются для оборудования, это сделала компания Гео. Это крупнейшая немецкая, насколько я знаю, даже государственная компания, с государственным участием, которая занимается именно вот инжинирингом для переработчиков продукции. Они делают и для молока, они делают и, соответственно, и для безалкогольных напитков. Насколько я знаю, сейчас они шагнули еще дальше, там для каких-то медицинских компаний что-то они там уже начинают делать. Это компания Гео. География сотрудничества этой компанией, весь мир? Абсолютно, абсолютно. Это очень большой гигант, и вот, допустим, если там будет такая возможность, вот молочники, допустим, эту компанию прекрасно знают. Эта компания, лидер по именно технологиям для молока, значит, это молоко, это кефиры, это различные там прочие другие помощные продукты. Следующая компания, это компания Кронос. Вообще в мире есть две компании, которые делают высокотехнологичные качественные линии именно налива продукции в тару. Это компания КХС, с которой мы тоже там работали, но по другому участку, и компания Кронос. Все остальное, как говорится, ну, вот как есть в мире там, условно говоря, там, ну, не знаю, там, Windows, есть Macintosh. Ну, это то же самое примерно, да, то есть это лидеры такие. Компания Кронос, это наш стабильный партнер, мы уже с ними отработали в одиннадцатом году, мы поставили первую линию, это уже вторая линия на нашем предприятии, соответственно. И они себя показали очень, скажем так, ответственно, то есть у нас был прописан график по контракту. Была единственная ситуация, которая там возникла, машина, когда выдвигалась из Регенсбурга, это, значит, на границе Германии и Чехии с нашим оборудованием, она попала в аварию, значит, эта фура негабаритная, она попала в аварию, и мы, скажем так, в лучшем, тоже понимаем, что сроки, все это идет, значит, и мы в оперативном таком режиме просто удостоверились, что там все с ней хорошо, специалисты дали зеленый свет, и дальше эти машины пошли. Я помню... Задержки не случилось никакой? Абсолютно никакой, это большая благодарность этим поставщикам, я помню просто, что, ну, во-первых, для меня это, такое, в качестве руководителя, это предприятие вообще, такой очень интересный опыт, как бы, нового производства такого, да, я помню, как на площадку приехал единовременно 38 еврофур, вот этих вот грузовиков больших, да, и мы даже в некоторой степени не знали, где их разместить, у меня даже есть вот фотографии, где там огромное количество фур, и люди там приходили, фотографировали, говорили, а это что у вас такое? Я говорю, а это вот новая линия Розда приехала, то есть 38 автомобилей. А, кстати, других вариантов доставки не было, потому что считается у них как-то автомобильный транспорт в последнее время довольно дорогостоящий. Ну, видите, как бы, железная дорога эта ехала бы еще дольше, соответственно, единственное, что было приемлемо, это автомобильный транспорт. Следующая компания, как я уже сказал, это компания КХС, это тоже лидер, мы у них взяли, на самом деле, уникальную современную линию по производству пластиковых, так называемых, кек. Кек – это бочка, да, это не потребительская тара, это тара вот именно там для баров каких-то, вот для ларьков, которые… Что называется потом разливать, что-то… Да, чтобы разливать, делать разливной квас, да, и мы у них приобрели установку, которая, значит, разливает квас именно в пластиковую бочку. Это нам позволяет… А объем этой бочки? 30 литров, 30 литров. Это нам позволяет в большей степени ориентироваться именно на вывоз продукции за пределы Кировской области. Допустим, на текущий момент мы активно поставляем в Крым республику, да, в Казани. Значит, наш партнер там уже, насколько я знаю, там 37 ларьков вятского класса. Даже вот некоторые кировчане, которые ездят в Казани, они выкладывают в Инстаграме вот эти вот фотографии, где фотографируют эту бочку и пишут там, что частичка родины в Казани, как приятно, да. Оказалось бы, недалеко республика Татарстан у нас находится. Хотя, видимо, мы с артилем начинаем. Наши партнеры в Москве тоже активно устанавливают эти вот ларьки вятского класса. То есть сейчас их можно встретить в Коломне, их можно встретить в Калуге, их можно встретить в Подмосковье, в Крыму. Дальше там, насколько я знаю, это будет активнее еще дальше развиваться. Это может где-то там в Геленджике будет или еще что-то. Но об этом чуть подробнее еще, о расширении географии продаж вятского класса чуть позже поговорим. У нас сейчас небольшой перерыв, нужно сделать буквально минуту и продолжим. 12 июня, напомню, в нашем городе открылся квасной завод «Вятский класс». На этом мы сегодня разговариваем в передаче «Сделанная вятка» с Ильей Курагиным, генеральным директором компании «Ветич». Мне хочется еще спросить про эти взаимоотношения с многочисленными партнерами. Вот все так гладко, все выполняют договоренности, вы, ваши компании, без каких-либо накладок. Были ли те, с кем впервые пришлось сотрудничать и как-то не слишком получалось? Вы знаете, как говорится, у хлеба не без крох. Ну да. Есть такая, да, поговорка. И это все, мы не скажем, что это какие-то трудности, проблемы, это задачи. То есть, естественно, конечно, везде в той или иной степени присутствуют люди. У нас был определенный, скажем, срыв по поставке именно емкостного оборудования. Ну, скажем так, задержка там произошла, и в какой-то степени это нас где-то немножко тревожило. Но вот хотелось бы еще отметить, я все про иностранных партнеров говорю, да, сейчас хотелось бы именно отметить про российских партнеров, с которыми мы работали. И мы вот именно на том этапе сделали для себя решение, что мы будем работать именно с кировскими ребятами. В этой степени, на самом деле, отлично сработали ребята-строители. То есть, прекрасно. То есть, даже в некоторых моментах они просто опережали графику. А проект кто разработал? Проект у нас уже фактически типовой сделан для именно отделения брожения, потому что он, скажем так, по именно содержанию помещений не сильно отличается от пивного производства, которое у нас также присутствует. И здесь мы, как говорится, взяли за основу именно тот проект по зданиям. Естественно, проекты всего технологической цепочки, всего это взяла на себя компания Гея. То есть, они нам полностью прорисовали, сделали и это все объяснили. Так вот, что касается, значит, относительно ребят-кировчан. То есть, прекрасно себя повели ребята, которые строители. То есть, великолепнейшим образом отработали. И даже сейчас нет никаких нареканий. Если там буду кого-то рекомендовать, то только их, значит, или каких-то своих коллег. Замечательно отработали ребята именно из Чепецка. Хотел бы особо отметить компания «Спецмонтаж». Молодая компания, там очень талантливый руководитель, примерно моего возраста, Владимир Пославский. А великолепнейшим образом они работают. То есть, это именно сварщики-аргонщики. Чем отличается сварщик-аргонщика от обычного, там, газа-электросварщика? К аргонщику более серьезные требования. Требования какие? То есть, условно говоря, когда монтируется турбопровод из нержавеющей стали, пищевой, да, особого, там, значит, качества, делаются так называемые контрольные вырезки, да. То есть, я сам периодически ходил, да, и просто указывал участок, так сказать, и который вырезался. Чтобы посмотреть, насколько качественно сделан стейк. Потому что аргон – это такой газ, то есть, когда берется какой-то участок, закачивается сначала туда газ, потом это все, значит, заглушается, и уже задача сварщика – сделать идеальный шов. Вы знаете, я примерно где-то 15 таких вот проб брал лично, да, ни одного замечания, ни одного замечания. А у нас единовременно, я помню, это был где-то, наверное, март или апрель месяц, на площадке работало порядка 70 наладчиков. То есть, этой компании, которая поставляет, значит, технологическое оборудование и линия налива, и, соответственно, вот эти вот сварщики, ребята кировские. И когда, вот, действительно, это интересно, выходишь в цех и общаешься с ними, да, людям интересно создавать что-то, строить новое, да, то есть, у них глаза горят, у них нет никакой усталости. И с ними общаясь, во-первых, они видят, что ты сам заинтересован как руководитель, не как там какой-нибудь сидишь там в кабинете такой команды, а выходишь на площадку и общаешься. А, кстати, вы эти любопытные моменты производственные запечатлели? Некий фильм, возможно, создать, фотохроника? Я лично сам на свой, так сказать, телефон начал фотографировать, то есть, как бы, ну, для меня тоже это интересно было, этап, там, забивки первых сваев, значит, потом этап установки металлоконструкции. У меня полностью вся хроника вот этого года напряженной работы, она у меня есть, соответственно. В ближайшее время мы постараемся это на сайт... Может, выложим. Выложим на сайт обязательно, да, и чтобы можно было всем увидеть. Вот, это что касается ребят, которые делали сварку, да, вот, это спецмонтаж компания. Особо хочу отметить ребят, которые занимались вентиляцией. Компания, значит, SmartStroy, там тоже талантливейший руководитель Кирилл Куклин, да, великолепно сделали. Вы знаете, я даже не ожидал от именно, значит, специалистов этого уровня такой подготовленности и фактически вот того готового продукта, который они дали. То есть у нас сейчас вся система вентиляции управляется с одного компьютера, и мы можем там в режиме онлайн отслеживать, где какой фильтр засорился, какая температура. То есть вообще уникально. За это отвечает один человек. За это отвечает, конечно, один человек, да. И, естественно, конечно, хотелось бы отметить, ну, собственный персонал, пользуясь случаем, так сказать, потому что у нас частично обновился состав инженерный на нашем предприятии. А вот тоже хотел, безусловно, задать этот вопрос, что произошло в связи с этим событием-то с персоналом-то. Вот именно состав инженерный, то есть главный механик, главный энергетик, значит, специалист по вентиляции. Это у меня, у нас, вернее, работают ребята молодые, то есть все примерно моего возраста. И когда вот сейчас вот особо там ругают молодежь, нету кадров, я вот это сразу, знаете, скажу, что это пустые слова, потому что ребята, ну, кировские ребята, ну, так слаженно работают и так вдумчиво, вы знаете, глубоко относятся к каждой мелочи. Поэтому, когда говорят кадровый голод, наверное, это все ерунда. Люди есть, просто их нужно правильно мотивировать. А рядовой персонал пришлось бы или проводить какое-то переобучение, переподготовку? Пришлось ли набирать новых людей? Я как-то помню, в этой же студии, еще, наверное, в том году, говорил о том, что моя ключевая задача, это в первую очередь сформировать современное производство, на котором средняя заработная плата будет в два-три раза выше, чем в целом по области. Да, ну что? Да. Ну вот недавно цифра у нас, Кировстад, очередная. А сколько сейчас? 22 тысячи средней зарплаты. Ну, замечательно, у нас, значит, средняя заработная плата за май месяц, средняя, да, 31 тысяча рублей. И на текущий момент задача ее сделать, как минимум, там, 50-60 тысяч, да. А по срокам? Ну, это вот мы себе сроки себе не ставим, как бы это должно все-таки органичное, и люди должны к этому быть подготовлены, да. Вот, и задача-то какая, то есть у нас есть, скажем так, рядовой персонал, который, там, уровня оператора, линии, там, значит, каких-то еще, да, и мы стараемся делать ставку именно на внутренний потенциал людей, да, то есть не привлекать каких-то людей, там, значит, со стороны, да, а развивать свою молодежь. То есть огромное количество молодых специалистов приходит и начинает с первой ступени, да, с базовой. И вот как раз нам для этого производства, там, потребовалось, скажем так, ну, я не скажу, что там огромное количество людей, но как минимум, там, 20 молодых ребят, которые сейчас, там, работают, у которых глаза горят, да, все вот это. Мы сделали как? Мы их включили в этап закладки, вот, именно строительства этого всего, то есть они где-то на каких-то этапах участвовали, где-то, там, элементарно, там, с плиткой помочь, там, еще с чем-то, да, чтобы они, вот, именно своими руками построили этот завод, на котором им дальше предстояло работать, да, и вот это ребята сделали, да, и сейчас многие из них относятся как к своему, это важно, да, и во время строительства, когда налаживались все эти системы, естественно, они находились рядом, они видели, они обучались. Поэтому нам за счет внутреннего человеческого ресурса удалось воспитать именно вот эту, значит, специалистов высшего уровня, как мы их сейчас называем. То есть у нас некоторые операторы с линией сейчас ушли диспетчерами, отвечающими за диспетчеризацию всех вот этих вот процессов. Это, поясните, уже некое повышение, да? Это, естественно, повышение, то есть когда оператор на линии, он просто отвечает за работу, грубо говоря, одного агрегата, да, например, там, метикировочного автомата, но когда ты диспетчер, находишься в диспетчерской, перед тобой находятся три монитора, на которых ты видишь, как работает линия, как работает непосредственно цех. А как работает сепаратор тот же самый. То есть у тебя уже квалификация гораздо лучше. Естественно, выше заработная плата. И вот задача какая? То есть максимальная автоматизация и создание современного рабочего места с высокой оплатой труда. Вот это наша задача. То есть не, условно говоря, там, создать штат, там, из тысячи человек и платить, там, грубо говоря, какие-то скромные деньги, да? А именно его оптимизировать, держать, вот не раздувать, но при этом увеличивать заработную плату за счет повышения производительности и эффективности. Общий штат сейчас квасного завода? У нас сейчас квасного завода, общий штат на текущий момент это 35 человек. Значит, квасного цеха было, там, что-то в районе 15, то есть мы фактически 20 человек взяли с рынка, значит, привлекли. То есть это мы создали рабочие места. При этом, значит, вот сейчас пока рано говорить, но я думаю, что вот через год мы просто промониторим и увидим, как изменилась их средняя заработная плата. И я более чем уверен, что она вырастет в любом случае. У нас время рекламы подходит очередной, давайте прервемся и после этого продолжим программу, сделанную в Вятке. Мы продолжаем наш разговор с Ильей Курагиным, генеральным директором компании «Вятич» об открывшемся 12 июня квасном заводе. Вятский квас, ну, уже повсеместно заявленный, повсеместно эта информация прозвучала, я имею в виду объем выпуска кваса, ежедневно 600 тонн. Это у нас, значит, я поясню, у нас фактически в прошлом году это было 250-300 тонн в сутки, сейчас мы удвоили этот объем, это первая очередь нашей большой программы по так называемому расширению реконструкции. Сейчас мы прорабатываем уже вторую очередь, это расширение до 1200 тонн в сутки. Чтобы примерно по цифрам ориентироваться. Но эти цифры не просто там берутся, да, именно такой ориентир ставится? Нет, это... То есть, чего вы сходите? Это, вы знаете, вот это подстегивает нас к тому, чтобы активнее продвигать продукт, да. В то же время, ну, мы примерно аналитику какую-то проводим, да, движение в этого рынка, да, и мы примерно предполагаем, что мы выйдем на эти объемы. Я думаю, что с тем боевым составом, как это можно так шутя сказать, да, который есть у нас в компании, мы спокойно на это выйдем. Вот, что касается вот именно, примерно этих цифр, я думаю, что рядовому слушателю не очень понятно, что такое там 600 тонн в сутки, да? Ну, много можно сказать. Обычно всегда это познается в сравнении, ну, допустим, по уровню вот соседей наших привозжей, да, такое предприятие с таким объемом нет просто. Его нет. Что касается российских каких-то масштабов, при выходе, значит, на второй очереди 1200 тонн мы фактически будем, ну, по мощности вторым предприятием в России. То есть, ну, естественно, конечно, там, не буду называть конкурентов, но крупнейшее это в Москве находится, значит, тоже одно из крупных это в Новгороде находится предприятие. Мы как раз вот с выходом на эти показатели мы будем, там, входить в тройку крупнейших предприятий производства именно кваса, да? Давайте сейчас логично перейти к расширению географии, это же надо все реализовывать. Да, по поводу расширения географии. Назову просто крайние точки поставок рядского кваса на текущий момент. Значит, это Бостон, Нью-Джерси, Нью-Йорк. США, соответственно. Да, это Америка, да? Значит, и, естественно, Сиднея, Австралия. Вот. Ну, это такие, как это сказать, как бы вещи, да? А что касается таких хороших поставок, ну, естественно, Америка достаточно хороший объем выбирает. Давайте озвучим, сколько американцы, австралийцы получают. Регулярно, раз в месяц мы отправляем несколько контейнеров, потому что там морем идем, несколько контейнеров отправляем в Штаты. Притом они покупают там и зимой, и летом, да? Кстати, вот эта перевозка через... Ну, через Атлантику плывет корабль, примерно от нас выходит автомобиль, едет до порта Санкт-Петербург и плывет до, соответственно, до Нью-Йорка. Получается, там вот он разгружается где-то четыре недели. Четыре недели. На качестве никоим образом не сказывается продукт? Ну, знаете, как бы, вот, если мы продаемся в Америке, там жесточайший контроль, мы очень долго обсуждали этот контракт, у нас огромные штрафные санкции, там прописаны. Каждая партия, все-таки это экспортный продукт для них, да, получается, а для них это импортный продукт. И, тем более, это из России, там надзор такой серьезный. А, русские. Русские что-то тут, да. То есть мы там просто не то, что под увеличительным стеклом, мы там под микроскопом чуть ли не находимся. А, кстати, иностранцы покупают и видят на полках именно вот то, что мы видим в Кирове? Я имею в виду бутылку, дихетку. Безусловно нет, никаких отдельных бутылок, ничего нету, да, то есть даже есть фотографии в Инстаграме, кому интересно, могут набрать хэштег, там, вятский квас и посмотреть. Есть фотографии из Америки. Эти же фотографии есть у нас на сайте. Вот, что касается поставок именно азиатским нашим друзьям, мне... Не так давно Китай. Да, мне довелось побывать в Китае, я просто был, ну, честно говоря, для меня это переворот сознания в определенной степени произошел. Потому что много слышишь, но когда ты один раз увидел, как они там просто живут и как они работают, это просто, я считаю, что для России китайский рынок, это, ну, скажем так, это определенное спасение будет. Потому что китайцы, как бы там ни говорили про них, там, хорошо, плохо, они в позитивном плане относятся к нашим продуктам. И мы участвовали в выставке, посвященной в том числе продуктам питания, и мы, соответственно, там могли напрямую услышать обратную связь о нашем продукте. То есть люди пробовали, что могу сказать, китайцам просто понравился наш горячий квас, это наша новинка этого года, они просто были без ума от него, они сказали, такой вкусный. И сейчас он идет, значит, с натуральным соком идет апельсин, но я весь секрет не буду рассказывать, как говорится, но очень вкусный, да? Вот, и, соответственно, когда они пробовали, они просто поражались. Немножко хлебный квас для них непонятно, они говорят, что кисловат, то есть кисловат, вот как-то так, для них это мало сладостей, да? Но надо учитывать их специфику. И, когда с ними разговариваешь, а что для вас вообще продукты из России? Они говорят, продукты из России для нас, это продукты от того вот северного брата, натуральные, вкусные и полезные. Вот на что они ориентируются. И фактически, как бы, вот на сегодняшний момент мы очень активно туда с ними работаем. Проблема, самая главная, я думаю, что проблема эта известна всем, кто пытается работать с Азией, это логистика. Мы поставляем туда железной дорогой. Вы знаете, когда, значит, вагон едет из Кирова до, условно говоря, Манчжурии, мы там проходим через Манчжурию, ну, конечно, полтора месяца, да, я считаю, что это, ну, это очень, это очень плохо, надо это сокращать. Ну, что, вот, допустим, к примеру, да, пассажирский же поезд Москва-Владивосток идет всего там... Неделю. Неделю, да. Ну, учитывая все особенности грузоперевозок, там, значит, и сортировочных станций, мы можем же это сократить хотя бы там до 20 дней, а в идеале до двух недель. А когда мы это сократим, откроются просто ворота в Азию. Потому что, что такое Китай? Например, там, средненькая розничная сеть в какой-нибудь провинции, это примерно две-три тысячи магазинов. Вот если... Они готовы это брать, наш продукт. И когда ты, допустим, туда поставил, в эту сеть, да, например, свой продукт, и его будут покупать, потому что у них сейчас, знаете, стадия какая идет? Они начинают потреблять именно импортные продукты, потому что они повышают свой уровень жизни. И для них вот это импортные продукты, продукты из России, для них считаются импортом, качественным продуктом, это как бы, ну, новый уровень жизни. Они это будут потреблять. Вот. И когда, соответственно, мы сможем туда за две недели поставлять, сможем выстроить нормальную логистическую цепочку. Я думаю, что просто для российских продуктов, китайский рынок, ну, это... Мы самые ближайшие для них соседи. Это будет просто колоссальный, колоссальный виток для развития нашей экономики в целом. А, кстати, сколько за рубежом стоит наш класс? Мы просто конвертируем просто... Конвертируем просто... Конвертируем просто... Значит, смотрите, в Штатах, в Штатах, да, есть наши фотографии. Если мне не изменяет память, это в районе полутора долларов за бутылку. А он подороже получается. Конечно, ну, естественно, логистика, да. Допустим, в Китае, в Пекине, да, полторашка так называемого авиатского класса, сейчас я скажу, в юанях, она где-то стоит, ох, где-то что-то 9 юаней. Ну, я все равно так сходу не переведу. 9 юаней – это 90 рублей. Не помню курсу. 90 рублей. То есть, фактически, как бы, ну, это цены, скажем таки, достаточно серьезные для их потребления, да, но, тем не менее, продается и покупается. Какие еще странные континенты под прицелом? Значит, у нас сейчас очень идет активная работа, и мы разрабатываем рецептуры для именно напитков, значит, безалкогольных, и в том числе для кваса. Значит, относительно поставки на Ближний Восток. Есть хорошая заинтересованность от Ирана, но там нужно, естественно, все-таки это страны, скажем так, мусульманского, значит, вероисповедания, да, есть там определенные отношения, да. В квасе, как и в кефире, присутствует определенное количество, значит, алкоголя. Ну, там, что-то, вот в нашем, допустим,… Десятые, сотые. Да, это там несущественно, там, что-то 5 десятых процента, да, условно говоря, 0,5 там процента, да, это ни о чем. Потому что в кефире там его чуть ли не один и полтора, вот. Но, тем не менее, как бы, вот, иранцы нам поставили задачу, чтобы, как бы, это было 0,05, а лучше ниже. Вот мы сейчас этот вопрос решаем, мы смотрим там по немножко другой… Иранцы-то как узнали в городском квасе? Как вышли? Они вышли, напоследок? Конечно, написали письмо. Написали. К нам выходили уже из Сирии. Да, соответственно, мы со всеми общаемся. Вот сейчас буквально, вот сегодня закончили, значит, розлив продукции для Азербайджана. В понедельник уходит машина в Азербайджан. В ближайшее время машина уйдет в Луганск. В Луганскую народную спублику. Это пока вот первое, еще пробное, да? Ну, в Луганском это пробное, с Азербайджаном тоже. Кстати, очень интересно, очень понравился авиатский квас по вкусу именно республикам Северного Кавказа, Дагестан, значит, Кабардино-Балкария, Чечня. Для них это что-то новое, необычное или что-то напоминающее какой-то местный, традиционный, интересный продукт? Я не знаю, то есть, но им вот нравится наш продукт, то есть, они его употребляют. Конечно, как бы, естественно… Тот же самый, что пьем и мы здесь, в Кирове. Владимир Васильевич, я еще раз говорю, я всех приглашаю на экскурсии, вот условно говоря, мы просто, вот, кто человек увидит этот производственный просто весь процесс, там невозможно сделать, там, для Кирова один квас, а для кого-то, там, значит, например, для Азербайджана другой, или, там, для Дагестана третий, это нереально, это невозможно такое сделать. Остается у нас немного времени, ребрендинг, ведь не так давно произошел, вятского кваса, это связанное событие с открытием квасного завода? Это, конечно, и связанное с открытием квасного завода, как бы, и все-таки мы услышали обратную связь от наших покупателей из других городов, что, вот, вы знаете, иногда очень трудно найти ваш квас на полке, потому что его не видно, да, и мы поставили себе задачу немножко упростить этикетку, да, и пусть, там, люди, обычные, там, обыватели в Кирове не пугаются, так сказать, это тот же самый квас, мы просто поставили задачу упростить этикетку, мы сделали ее более яркой, сейчас она приобрела окрас такой красного и белого, значит, кто трудился над дизайном? Значит, здесь это коллективный труд, это наш штатный дизайнер, не буду говорить, как его зовут, а то кто-нибудь переманит его, вот, и, естественно, здесь привлечены еще специалисты, значит, из союза художников, значит, и Кировского отделения, мы часть специалистов, вот, допустим, там, этого мужичка отрисовывали, там, художника, опять же, тоже не буду говорить, кто этот художник, да, ну, и финально вот эту вот всю верстку делали петербуржцы, то есть там классные ребята, так сказать, вот, соответственно, немножко у нас изменился дизайн бутылки, если раньше этикетка находилась в нижней части бутылки, то сейчас она вынесена специально вверх, для того, чтобы его было хорошо видно, что на магазинах присутствуют определенные бортики, иногда он закрывал этикетку, да, сейчас он вынесен вверх, и мы сделали достаточно удобный такой вот внизу изгиб, для того, чтобы можно было удобно эту бутылку брать. Также на бутылке присутствует, значит, колось и вятской ржи, подчеркивающая особенность вот именно этой бутылки упаковки, то есть мы постарались сделать максимально традиционную упаковку, но в то же время именно отличающуюся от всего того, что есть на рынке. Отзывы уже есть, первые. Отзывы есть. Вот такое внешнее изменение. Отзывы есть, от кировчан, честно говоря, иногда слышим не очень приятные отзывы, что верните старую, так сказать, упаковку, этикетку, потому что она была как бы красивее, да, но вот, допустим, москвичи, петербуржцы, значит, и другие жители нашей великой страны, они говорят, о, прикольно, классно, нам нравится, красиво, ярко, и мы сейчас видим этот класс. Ну и в этом году заметные новшества повсеместно, по нашему городу появились точки продажи вятского класса. Они же постоянно переезжают, так сказать, из места на место, да, ну, я думаю, что, наверное, и больше появилось, и в новых местах, там прекраснейший, так сказать, вятский класс, который можно попить из бочки прямо сейчас, тем более, по жаре, очень хорошо. Завершаем мы на этом программу «Сделанные вятки», истекает наше время. Время программы имею в виду гость студии Илья Курагин, генеральный директор компании «Вятич». Всего доброго, до свидания. Спасибо, Владимир, до свидания.